Девушки отдыхают Просто фермер должен все уметь А я не фермер, я управляющий фермой Большая разница Знаешь, Василий, я когда тебя управляющим назначил Знал, что из тебя толк выйдет Но чтобы управлять фермой Надо сначала немного побыть фермером Ясь, куда ты второй пирог делаешь? Ирке оставила А то некрасиво как-то Пользоваться ее духовкой И не угостить Стоп, а с нашей духовкой что? Да не знаю, она утром сломалась Пап, да не парься ты Вызови мастера, он починит Еще одна принцесса Не надо никого вызывать Сам починю Пойдем, Вась Яся Яся Яся, очнись Яся 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 Ну что, опять проспали, товарищ капитан? Не проспал, а выспался, товарищ майор Ну вообще, какой смысл вскакивать За час до выхода, когда я собираюсь за 10 минут? Ну я вижу, ты уже на низком старте Ну я, Олег, позже тебе Опять пришлось за кем-то мыть посуду Паш, ну ты же сказал, что я утром помою Ну я вчера очень устала Всю ночь сидела над отчетами Ну, во-первых, мы с тобой вместе сидели А во-вторых, посуду надо мыть сразу На утро еда засыхает, ее надо замачивать, отскребать Потом на тарелках остаются царапины, да, я помню предыдущую лекцию Танюш, мы с начальником договорились Я устанавливаю правила дома, ты на работе, да? Да, и я уже дважды вас отчитывала за опоздание, товарищ капитан Так уже собираюсь, товарищ майор Товарищ майор Да? Посуду помойте, пожалуйста Ага Так, Яся, давай аккуратно Вася, ну что ты со мной как с инвалидом? Действительно А что ж ты сказала? Я не инвалид, я сумасшедший Ну кто тебе такое сказал, а? Да все, ты не помнишь? Моя травма не физическая, а психологическая Значит, я потеряла не зрение, а рассудок Яся Вася, открой ворота, пожалуйста Угу Игорь Геннадьевич, вы свой обед забыли Ну что, полгода прошло, как Коля погиб Как один день прилетел И сегодня ты, моя невестка, станешь моим партнером Игорь Геннадьевич, ну какой за меня партнер? От меня толку, как от козла молока Точнее, как от кратихи Привет, Вась Привет Привет, соседи Ирина, привет Значит, ты не планируешь нам Помогать с фирмой Да вы и без меня справляетесь Как только вступлю в права на следствие Передам отцовскую долю акций Вася Ну Если обещаете не выгонять меня из дома Ни разу не смешно, Ясь Ой, язык у тебя без костей Вся в отца Лучше бы я онемела, да? Сплюнь Ясь Ясь Ясь, ты долго еще? Мы к нотариусу опоздаем Вася Васенька, что с тобой? Вася 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 Как? Василий Тищин? У нас едут Ты сказала Тищин? Да Случайно не из фермы простор? Случайно, да Знаешь, что он? Взятья Николая Щукина Полгода назад вел его дело Помнишь взрыв? Да Ты говорила, это несчастный случай Замкнувшая проводка, утечка газа Ну, так сказали криминалисты Но я до сих пор думаю, что мы что-то упустили тогда Возможно Полчаса назад Василия Тищина застрелили Здорово Привет Привет А поподробнее Привет Привет Здравствуйте, Ясь Капитан Требушко Примите мои соболезнования Снова Зря приехали Капитан Тут не полиция нужна, а священник Потому что нас точно кто-то проклял Вы знаете, в проклятие я не верю Думаете, взрыв в доме и убийство Васи как-то связаны? Ну, совпадение странное, согласитесь Майор Светлова Старший следователь по делу вашего мужа Ясь, расскажите, что произошло? Я была в гостиной Услышала голос Васи Он звал меня Я повернулась к нему И меня вдруг окатило чем-то мокрым и липким Потом я услышала, как на пол падает что-то тяжелое Я звала мужа, но он не отвечал И я стала искать его на ощупь И наткнулась на тело С вами, кажется, еще живу свекор Игорь? Игорь Геннадьевич, да Я ему позвонила, все рассказала Ему стало плохо Его везде на скорой А еще родственники есть? Мать? Мама умерла, когда мне еще года не было Ясь, вам нужно переодеться? Наш криминалист должен забрать платье на экспертизу Ну что, картина говорит сама за себя Пуля влетела в окно Попала жертве в правый висок И прошла на вылет Застряла в стене Пулю уже извлекли Калибр 7,62 Оружие нарезное Если бы я была снайпером Я устроила бы себе Лешку Вон там Ну что, бери свой чемоданчик и пошли 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 Одно скажу Наш снайпер в очень хорошей физической форме Целое испытание сюда Забраться-то Как думаешь, сколько отсюда до дома тищенных метров? 150, 200 Гильзу нашел 7,62? Она самая Что еще? Ну что еще? Здесь самое лучшее место для выстрела Видели? Прорезь в клеенке И потом Вот здесь грязно А это место чистое Такое впечатление, что снайпер подстелил себе что-то Ну, типа покрывало Что в пыли не испачкаться? Конечно Ему же еще домой идти Самое главное Покрывало собирает на себя следы ДНК Волосы и так далее Потом просто убийца забрал его с собой Почему гильзу не забрал? Так здесь щели какие видел Она просто туда укатилась Он ее не нашел А наш снайпер не дурак Физически силен Прекрасно стреляет Умеет планировать наперед Армия, полиция, спецназ Вариантов много Надо пообщаться со свекром Яси Может он сузит нам круг поисков Врач сказал, что у меня была Обычная паническая атака Со мной все в порядке А еще он сказал, что вам лучше полежать У нас под наблюдением Еще пару дней Пару дней у меня нет Вы бы слушали врачей, Игорь Геннадьевич Или двух смертей в семье вам мало? Ладно Полежу до вечера Пока все анализы придут Ну что, капитан Опять вопросы задавать будете? О врагах, недругах Сорок пересудок Я их еще с прошлого раза помню Сегодня вопросы задаю не я Вот, пожалуйста Здравствуйте Майор Светлова Соболезненно высшего тратим Ой, давайте Давайте только без этих дежурных сочувствий Ваши работы не сожалеть, а Убийцу искать Есть идеи, кого искать? Есть Зеленый активист Юр Кавдеев Он нам уже все кишки вымотал А поконкретней? Да он со своей бандой Объявил войну моему сыну Якобы у нас на ферме Плохо обращаются с животными А почему он воевал именно с Василием? Яси говорила, фермой управляете вы? Я с Ясей Совладельцы фермы А по факту фермой управлял Василий Я слышала, что зеленые активисты Борются за жизнь в любом ее проявлении И убийство как-то не вписывается в их концепцию Вы поищите в интернете интервью с Авдеевым И посмотрите, что он за человек У крови такой же металлический привкус, как и у этих цепей Это вкус боли и страха Единственный вкус, который знают животные, фермы, простор Они живут в мучениях и в цепях Потому что Василий тичит, любит бабки Но у всех бабок не заработаешь, Вася И в могилу их не утащишь Это Авдеев совсем больной, что ли? Ну, здоровой не будет угрожать жертве Настолько открыто В его личном деле ничего нет Про психические отклонения Он работал в полиции? Да, пять лет Уволен за нападение на старшего по званию Потом пустился во все тяжкие Хулиганство, вандализм и зеленые акции С оружием обращаться умеет И знаком с работой криминалистов Да Разрешите Это отчет криминалистов по платью Яси Щукиной Кровь принадлежит убитому А расположение капель крови Полностью соответствует картине Разлет-обрызг Это значит, что она была рядом с жертвой В момент убийства Думаю, ты и так знал, Вень? Прошу О, привет Заедем куда-нибудь поужинать? Ты что, я счастлива куда-то заезжать? Ну, если нет, раз в неделю мы будем куда-то выбираться Мама всегда говорит Нет ничего хуже для отношений, чем замкнутые стены Ну, вне работы ты главная, поэтому выбора у меня нет Конечно, нет Не обращайте на меня внимания Черт, Паша Ну, как раз просила никаких отношений на работе Мы не на работе Мы на рабочем месте Ты что, стесняешься? Нет, просто я не люблю выставлять личную жизнь на показ Поехали Простите, что отвлекаю вас от работы Но у меня для вас важная новость Я хочу, чтобы вы ее услышали от меня лично А не прочитали искаженную версию в интернете Наш управляющий, мой сын Василий Тищин Убит Ужас какой Мы не знаем, кто это сделал и почему Полиция уже работает Я думаю, в ближайшее время мы получим Ответы на все наши вопросы Это никак не отразится на работе фирмы Пока исполнять его обязанности буду я Спасибо, можете расходиться по рабочим местам Доброе утро Утро доброе Лейтенант Кабалевский Ищу вашего соседа Юрия Авдеева Ну, удачи, я его уж неделю не видел А, простите, скажите Не упоминал, куда собирался, может быть? Ну, он мне не докладывает Может, у девушки своей тусуется Извините, а как зовут и где работает девушка, не знаете? Зовут Глаша Но я ее ботаником называю Потому что, когда она к Юрке приходит У них с балкона травой воняет Понятно Простите, а часто она так заходит? Да почти каждый день Юрка, он ей даже дубликат ключей сделал Извините, я на работу опаздываю Да, спасибо, всего доброго Яси, вы что-нибудь знаете про Юрия Авдеева? Только то, что ты слышала от мужа и свекра Ну, а такие вещи неприлично говорить вслух А кто-нибудь еще мог желать зла вашему мужу? Кто выигрывает от его смерти? Никто не выигрывает У Васи даже не было акций фермы Отцовский переходит на наследство мне А Игорь Геннадьевич своей скорее у могилы заберет Чем с кем-то поделится Как фараон, все свое беру с собой Давайте я помогу Вы не хотите к нам на полставки? А то рук не хватает Спасибо Ну, знаете, я об этом подумаю Угу, а вот и наша Глаша Получи ракурсов нет? Нет, это единственная камера во дворе Авдеева Увеличь номер машины Это не их машина Это каршеринг Видишь логотип на двери? Значит, наши зеленые ее арендовали И при аренде, конечно, предоставили документы Извини, туплю я Не выспалась Так, если повезет Мы найдем не только Авдеева Но получим карту их передвижения И во всех машинах каршеринга Есть GPS-трекеры А с этим, я думаю, ты без меня справишься Угу Я могу идти? Угу А, Надя, дружись Хочу обсудить вчерашний инцидент Какой? А Это нечего обсуждать Ваши спорши отношения, ваше дело Ну, ты же любишь лезть в чужие дела А тут такая горячая сплетня Я уже думала, все отделение в курсе Отношения вещь хрупкая Я знаю по собственному опыту Такого опыта я ни одной женщине не пожелаю Так что Считаю, что в этот раз я проявляю женскую солидарность Звучит музыка Тут целый военный в штаб. Если верить системе GPS каршеринга, тут они бывают чаще всего. Кажется, тут готовилась операция. По устранению Василия Тищина. Да, это бы объяснили фотографии дома Тищиных. Но зачем им план фермы? Ну, думали, как Василия Олеговича достать. Смотрю, у них даже манифест свой есть. Основные задачи группы Яровики. Странное название для кучки зеленых. Видимо, в честь Ярила, славянского бога плодородия. Странно, что знак у него не взяли. А я его уже сегодня видел. Где? У работницы на ферме была такая татуировка. Черника такая? Ты откуда узнала? Это Аглая Комарова, девушка Авдеева. На ее фамилию оформлена машина каршеринга. Так что получается у этих Яровиков, свой шпион на ферме Тищинах? Игорь Геннадьевич, у вас что-то упало? Пьяный мужик упал. Вам помочь? Помоги коньяк добить. МОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Слепые люди отличные собутыльники Мы лучше всех умеем слушать У тебя вчера муж умер А ты шутки шутишь Язык без костей В некоторых культурах считается кощунством Поминать умерших алкоголем Ну а в некоторых принято танцевать на похоронах Каждый по-своему переживает трагедию У меня вся жизнь череда этих трагедий И знаете, если я поддамся эмоциям Вам придется еще одни похороны устраивать Ну не знаю как там В других культурах У нас принято Пить и плакать Нельзя все держать в себе Иначе с ума сойдешь Я уже сумасшедшая Мне хватит Я могу идти или вы еще о чем-то хотели поговорить? Хотел спросить, когда К нотарию субоедем Надо же Документы оформлять Наколи на наследство Я думаю, сейчас в первую очередь Нужно заняться подготовкой к похоронам Хорошо Давай после похорон Ты уже решила, что Со своими акциями делать будешь Лаське-то они теперь не нужны Я пока об этом не думала Ну если хочешь, передай их мне С чего вдруг? Ну ты же хотела от них избавиться Нет Я хотела отдать их мужу, которому доверяла Мне не доверяешь Игорь Геннадьевич А вы не мой муж? Ничто вам не мешает Выставить меня на улицу Когда получите желаемое Место управляющего директора Вы можете забирать Но мой пакет акций Останется при мне А это знаешь ли обидно Столько времени живем под одной крышей И ты во мне видишь Какого ты изверга Если вы не заметили Я вообще плохо вижу Последнее время Я ведь могу легко И без твоего согласия Получить эти акции Ну например Могу столкнуть тебя С лестницей А полиция И скажу, что это был Несчастный случай Осторожней Навернешься еще Спасибо, Игорь Геннадьевич Больше меня так не спаивайте А то ноги путаются Хорошо? Спасибо, Игорь Геннадьевич Спасибо, Игорь Геннадьевич Спасибо, Игорь Геннадьевич Пульс есть Крови не вижу Похоже, его опоили Вот для чего нужен был шпион Не, это не шпион получается А троянский конь Абдей, стоять! Руки на голову! Ребят, вы тоже пока не расходитесь А что мы? Матировку брось Стрелять! Лучше умереть, чем жить Как это несчастное создание Ну, монтировку все же бросил Логичная прогрессия Концепции порабощения Сначала загоняете в клетки скот А потом и людей Слушай, завязывай, а? Еще и Мануэл Кант говорил Кто жестоко обращается с животными Тот жестоко обращается с людьми Маникюрчик где делал? Номерок дашь? А это была не косметическая процедура А лечебная У меня была грибковая инфекция Неприятная штука, знаете ли А зубки зачем отбелил? Корез? А мне вообще половину зубов пришлось менять В молодости много пил, укурил Пока я не понял, что это все Анестезия, навязанная системой Чтобы легче было нести груз оков Кожа в отличном состоянии Стрижка Много денег в себя вкладываешь Молодец Всем ервикам так хорошо платят Или только тебе А мои последователи знают Что человеческий организм Это хрупкий механизм Чем больше вкладываешь машину Тем дольше она тебе прослужит А моя гонка не закончится никогда Ты же знаешь, что мы имеем право Обыскать твою квартиру И проверить банковские счета Установим личный бюджет На ремонтные работы А потом выясним Кто тебя спонсирует Думаю, ервики нам помогут А то знаешь, что ты им врешь Да ты не псих Ты только изображаешь из себя психа Все твои действия хорошо продуманы Даже этот номер с кровью и цепями Теперь все зрители ассоциируют Твой страшный образ С фермой Тищиных Только другим яровикам не говорить Они правда думают, что мы за природу боремся Ну, на природу тебе плевать С Василием Тищиным ты раньше не пересекался Так что личную вражду исключаем Думаю, тебе платят за то, чтобы ты подпортил имидж фермы От вас ничего не скроешь, товарищ майор За что тебе платят? Убийство, саботаж? Нет Убийство Тищиного вы на меня не повесите Все улики говорят против тебя План фермы, фотографии дома Тищиных Да мы просто хотели выпустить коров И загнать их на участок Тищиных Спросите моих зеленых дебилов Я с ними всю неделю провел Я должна верить преступникам? Ладно Поговорите с моим заказчиком Леонид Бегунов Уважаемый бизнесмен Директор фермы Вольная Луга Он вам скажет, что убийство не заказывал Ну, это он в любом случае скажет Хорошо А посмотрите переписку в моем телефоне Фотография сделана в момент убийства Василия Тищина Это тебе ярвики сказали, да? И ты им поверила? В тот день в городе проходил флешмоб С восьми до двенадцати На жертву убили в десять Ясно Что-нибудь еще узнали? Авдеев работал на Бегунова Главного конкурента Тищиных Бегунов? Знакомая фамилия Да потому что он уже проходил у меня Как подозреваемый По делу об убийстве Николая Щукина Отца Яси Но улик тогда не нашлось И смерть Николая Щукина признали несчастным случаем Я так и знал, что ты когда-нибудь мне это припомнишь Просто констатируй факт А ты факт хочешь? Ну вот тебе один У тебя до сих пор нет улик подтверждающих, что Николая Щукина убили Так откройте дело заново Я найду Мы найдем Мы хотим объединить эти два дела Ну допустим Мы снова Возьмем в разработку Бегунова Какой у него мотив? Очевидно избавляется от конкурентов В случае с Николаем Щукиным, да? А при чем здесь Василий Тищин? Ты же сам говорил, у него нет акций Если же кого и убивать, так это его отца Игоря И тогда акции перешли бы к Василию Смерть Василия очень сильно подкосила Игоря Ни для кого не секрет, что у Игоря серьезные проблемы со здоровьем А отжать акции у слепой Яси проще простого Вот на все у вас есть ответы, а? Ладно, пусть будет по-вашему Работайте Спасибо Спасибо Думаю, гроб Дубовый Красная обивка Я слышала красную обивку Обычно выбирать, да пожил Василий Игорь Василий Игорьич, здравствуйте Василий Игорьич, мой сын Он позавчера скончался Соболезную? А он не рассказывал обо мне? Соколов Константин, психотерапевт Нет, не припомню Может быть я пройду, чтобы не кричать на весь двор Проходите Здравствуйте Он позвонил мне неделю назад Попросил, чтобы я провел пару сеансов с его женой Сказал, что у нее психосоматическая слепота А вы практикуете в частном порядке или при какой-то клинике работаете? Нет, клинике это болото Я сам по себе Василий Игорьич заплатил мне щедрый аванс, чтобы я приехал Деньги на ветер Я терапевтов меняю, как перчатки И пока еще никто не помог Ну, моя методика довольно-таки нестандартная Я занимаюсь провокационной терапией Что-то я не слышал вот такой Ну, я могу рассказать Если хотите, давайте проведем пробный сеанс Тем более деньги заплачены Есть Тебе решить Это вы хотел Вася? Тем более мне терять нечего Ну, я тогда заберу вещи из машины И начнем? Леонид Семенович, здрасте Капитан Дребушко Сколько лет, сколько зим Как сам, как служба? Да не жалуюсь Рад, что меня помните А я никогда не забываю людей Которые обвиняют меня в убийстве И много таких было? Пока двое Капитан Дребушко И моя первая бывшая жена Говорит, я ее маму со Света жил А вы, простите, кто? Майор Светлова Майор? Капитан, сочувствую Под бабой ходить не сладко Так Кого я убил на этот раз? А, стоп Не говорите Василий Тищин Слышал об этом Ужасная трагедия Ну, не для вас Теперь у вас конкуренты Слепая девушка И убитый горем отец Удачное стечение обстоятельств Я к этому не имею Никакого отношения Можете проверить Спросить у моей дочери Во время убийства Я был у нее в школе На спектакле Обязательно спросим Вы могли кого-то нанять Для грязной работы Как наняли Юрия Авдеева Угу Я впервые слышу это имя В общем, если у вас Больше нет для меня обвинений То я пошел Холодно Да и встреча у меня важная А? Приятный мужчина Ничего не скажешь Знаешь, что у нас ничего нет Вот и злорадствует Для начала проверим Его счета Хитлер не дешевое удовольствие Он должен был снять наличные Или сделать перевод А такой след Сложно скрыть Поехали Суть моей методики проста Для начала я максимально Сближаюсь с пациентом Я живу вместе с вами Мы общаемся каждый день А, то есть вам сразу Подавай ключи от квартиры Где деньги лежат? Спрячьте деньги в сейфе Если боитесь Мне важно понаблюдать за вами Потому что психологическая травма Проявляется даже в мелочах Типа, когда глаз дергается, да? Не совсем В вашем случае Это звуковые Обонятельные раздражители Василий мне рассказал Что случилось полгода назад Ваша травма Это взрыв Поэтому вы сторонитесь Тех ощущений Которые окружали вас В тот момент Если не ошибаюсь Вынесли от соседки Яблочные пироги Ну да А что? С тех пор Вы пекли пироги? Ну А как? Это интересно Ну Слепые видят руками Вы же готовите еду? Конечно готовлю Но не пироги Потому что они ассоциируются У вас со взрывом Ну если подумать То да Я уверен Что у вас полно Таких мелких страхов И как только вы от них Избавитесь Вы вернете себе зрение Знаете Я как-то уже привыкла В темноте сидеть Вы используете иронию Как защитный механизм Но Долго так продолжаться не будет Когда-нибудь Вы больше не сможете Отшучиваться И мне даже страшно Представить Что будет с вашими близкими Да Лучше не бедите Вы мне звери Каратихи в гневе страшны Ну так что Попробуем Почему нет Хуже видеть от этого Я все равно не стану У вас кофе закипает Таня Мне нужно сказать тебе Кое-что важное А можно так громко Ты знаешь Я долго думал Ну а почему-то боишься Выставлять наши отношения На показ Паша И сегодня утром понял Ты боишься спугнуть счастье Нет, ну это нормально Злые языки Косые взгляды Зависть Это все Плохо сказывается На отношениях Но я хочу Чтоб ты знала Я всегда буду рядом И готов это доказать Татьяна Ты выйдешь за меня замуж Можешь как Тоню поздравляем Поздравляем Плохой ты Молоток Как говорится Совет вам для любовь Таня У меня шестого числа Отпуск Можно на эту дату И назначить свой Паша Ты ничего не забыл Я не сказала Да Это вы Все оравы Из-за меня решили Ты не сказала Нет Может мне и в ЗАГС Тогда не приходить Сам забыл Их распишешься Тань Да Быстро Тебе замуж выдали Даже ответа не дождались Ну Ну Хоть кто-то заметил Что будешь делать Не знаю Вообще мы с Пашей Сразу договорились Он руководит Дома Я на работе Никак не ожидала Что мне такое устроит Тань Ты прости Я говорю как есть Мы с тобой уже не девочки Годы уходят Моложе мы не становимся Я уважаю твое рвение к работе Но Работа не волковый лес Не убежит А А мужчина может Хорошо сказано Да Мне такого никто не говорил Посмотри на меня теперь Ни мужа Ни детей Одна работа Ты не повтори моих ошибок Спасибо тебе Надь Никак не ждала Поддержки От тебя Честно Ты такую подружку Мне не записывай Я тебе сказала Что это просто Женская солидарность Я не знаю Ну может быть он К девочкам ходил Очень уж дорогие девочки Веня Веня Отчет О Татьяна Григорьевна Вот рассудите нас Это выписка Банковского счета Бегунова Недавно он снимал Две крупные суммы денег Паша считает Что он нанял киллера Чтобы убить Тищина Я считаю Что у Паши Просто богатая фантазия Ну правда Ну мало ли на что Бегунову Нужна была наличка Может он К девочкам ходил Дороговатые девочки Веня Ну может их Было много Посмотри по датам Первую сумму Сняли четыре дня назад Накануне убийства Василия Тищина А вторую вчера Суммы одинаковые Ну может Бегунов Заказал еще одно убийство Я думаю Нужно приставить охрану К дому Тищина На каком основании Паш Две банковские операции Без всякого контекста Ничего не доказывают Ну вот и добыть нам контекст А я пока присмотрю за Ясей Субтитры создавал DimaTorzok 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 А документы есть у психотерапевта? Есть Усы, лапы и хвост А вам зачем, почтальян Печкин? Очень смешно Проверяю все новые лица Вашему простоквашену Я тебе Я думаю, на вас готовят к покушению У убийцы сезон охоты на Тищиных Нас уже пора в Красную книгу заносить Оставайтесь здесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, нет машины Уходи Резай Рука на машину Я ничего не сделал Вы сами бросились под колеса Это незаконный обыск Капитан Требушко Это что? Я не обязан вам ничего объяснять Я ни в чем не виноват Вы набросились на меня Без всех оснований Ты вообще кто такой? Жертва полицейского произвола Одинцов Анатолий Степанович Детективное агентство Второе зрение Значит, сыщик Зачем следил за моим домом? Кто тебя нанял? Спасибо Игорь Геннадьевич Оставьте Допрос мне Игорь Геннадьевич Давайте не будем мешать полиции Анатолий Степанович Ну, в общем-то Те же вопросы Я не могу раскрыть Имя своего нанимателя Политика конфиденциальности Ясно Похвально, похвально Защищаете клиента Когда вам Самому грозит срок Да что? Вы, наверное, уже в курсе Что здесь недавно Убили человека Я к этому отношения не имею Мои документы перед вами Там написано Частный сыщик А не киллер Ну, знаете Для киллера Поделать такую карточку Это вообще расплюнуть Да не мог я убить Тищина У меня алиби есть Я ездил на встречу с клиентом С кем? А, понял Тоже политика Конфиденциальности Кто же тогда Подтвердит ваше алиби Значит так Или вы сейчас говорите здесь Или уже В изоляторе Оснований для задержания У него достаточно Нападения на полицейского Ну, для начала Ладно Допустим Я знаю одного бизнесмена Который очень хочет Копать грязи Против владельцев Фермы Простор О, дайте угадаю Леонид Бегунов? Ну да Платил наличкой? Не все платят наличкой Везите его в отделение У меня к нему еще есть вопросы Капитан, вам бы к врачу Травма головы Штука коварная Да мало ли зачем Бегунова наличка Может на любовницу Может на любовницу А может и на киллера Не узнаем, пока не установим За ним слежку На каких основаниях? У вас, Паш, только предположения И зеленый Активист Авдеев Бегунов нанял его Чтобы испортить Репутацию фермы А это уже статья 128 Пункт 1 Клевета Но Бегунов этого не признал Зато признал Авдеев Слово Хулигана против слова Уважаемого бизнесмена Тань, ты серьезно? Да, я серьезно, Борис Петрович Если не прижмем сейчас Бегунова В семье Тищиных Может произойти еще одно убийство Хорошо Я думаю, смогу выделить ей пару Оперов для охраны Тищиных Спасибо Алло, Паш, ты еще у Яси? Яся, а где капитан Требюшко? В какой больнице? Паша в больнице Его только что подозреваемый Сбил Как? КОНЕЦ 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 Ну что, продолжим наш сеанс? Давайте, только не здесь Почему? Я не могу здесь находиться Что-то случилось? Яся! Яся! Ой, Константин Я вас не заметила Очень смешно Почему вы сбежали? Не приношу запах Горящих листьев Это потому, что Ваш отец Жег листья перед взрывом? Ну да Значит, листья Это еще один триггер Они напоминают вам О смерти отца Поэтому вы хотите От них сбежать От вас ничего не скроется Работа такая Но теперь мне хотя бы понятно С чего нужно начать Экпозиционная терапия Вы должны будете Напрямую взаимодействовать С источником своих страхов И что, мы будем Нюхать пироги и листья? В том числе, да Говоря простыми словами Чтобы преодолеть свою травму Вы должны будете Посмотреть страху Прямо в лицо Боюсь, посмотреть не получится Ясь Вы меня поняли Здрасте Я ищу капитана Требушко Мне сказали, что он поступил К вам час назад Вы опоздали Он ушел от нас Что? Женщина, успокойтесь Все хорошо Он на своих двоих ушел Все с ним в порядке Ты чего дуры Так людей пугать? Ой, извините меня, пожалуйста Я не то имела в виду Так, я поняла Он не сказал, куда пошел? Вроде в свое отделение собирался Ну, хорош уже рыдать Нет Ну, подумаешь Ну, парень, брось Да ты же найдешь себе Ну, получше Нет Мой фотоаппарат Мой личный носитель информации Вы не имеете права Копировать мои файлы Без постановления А, его смотри Во-первых, фотоаппарат не ваш Он принадлежит вашей фирме Я им позвонил А не не против Как-то прокомментируете? А что-то комментирует Да сами все видите Василий Тищин Со своей соседкой Лобызайца Они встречались? Нет, блин Он ее за сахар благодарит Я в смысле У них были отношения Или просто интрижка? На прошлой неделе полгода отмечали Тищин сказал Жене Что на ферме задержится А сам махнул в ресторан С любовницей Капитан Требюшко Можно вас на секундочку? Никуда не уходить Ой Что? Ух ты Я думал, что потерял его Спасибо Я звоню Трубку берет Яся И говорит Капитан Требюшко в больнице Его, мол Подозреваемый сбил Ну, отчасти это правда Прибегаю в больницу А там зареванная дура Говорит мне Его, мол Больше нет с нами Ну, прости Что заставила волноваться У меня так голова гудела Что я даже забыл про телефон Я сейчас сказала Что ты его на столе забыл Ты бы хоть карман проверял Требюшко Хорошо В следующий раз Обязательно проверю Ну, все Могу идти работать? Когда поженимся Я тебе этот телефон На веревочку повешу Вот сюда В смысле Когда поженимся? Ну, мы ж поженимся Так ты согласна? Да Так вы женитесь? Давно пора Молодец, Павло, мужик Мы уже всех преступников поймали, да, ребят? Винь, ты всех преступников поймал? Нет Тогда нужно ловить Давай Поздравляю Спасибо Иди работу, Требюшко Да Сохраняя ее во блаженной жизни Я же у тебя человеколюбчем В погуище твоем, Господи Иди же, все святии твои урока являются Игорь Геннадьевич Чего тебе? Ты вообще зачем приперся? Ты даже не знал моего сына Он наш трезвый водитель Пожалуйста Давайте помянем вас Да никто его из вас Не знал, что он был за человек На что ему пришлось пойти Чем пожертвовать Он Он не был сволочью, как я Он был Добрый, хороший мальчик Даже эту дармоедку терпел Игорь Геннадьевич Пусть выговорится Кем это нужно? Правда, что кратиха Поселилась у нас в огороде И жрет весь урожай На одних психологов Сколько бабла потрачено А Васька Вася ее любил Заботился Он вообще ко всем С открытым сердцем Ко всем Такой уж он был человек Игорь Геннадьевич Пойдемте в машину А по дороге мне расскажете Каким был Вась Ирина Евгеньевна А почему вы не пошли на похороны Василия Тищина Меня не пригласили Да? Но вы же были так близки И что? Ну как же У вас был роман с жертвой Ну и что? Какое отношение Наш роман имеет к убийству? Если уж на то пошло У Яси был Гораздо более сильный мотив Только выстрелить она не могла бы Точнее не могла бы Она, наверное, промахнулась бы Да? Зато вы не промахнулись бы Судя по вашим достижениям В биатлоне А это в прошлом Я ушла из порта два года назад Потому что сломала ногу Так наш снайпер Особо и не бегал Стрелял из лежачего положения Кстати, где вы были В момент убийства? У меня нет алиби Если вы об этом Ну зачем мне убивать Васю? Я его любила Да, вы его любили Удали ему сколько? Полгода жизни? А он все не уходил От своей жены? Да потому что он жалел ее Как раненую зверушку Он вообще всех жалел А его никто Кроме вас, конечно А я давала ему то, что было нужно Я только делал Что работал и ухаживал За женой инвалидом А ему тоже хотелось Любви и заботы Нормальное человеческое желание Понимаю Василий был В ловушке обстоятельств А Яся мешала ему жить И быть счастливым с вами Ну получается, что так, да Спасибо Вопросов больше не имею Мы должны взять с вас подписку О невыезде Я никуда не собираюсь Это что сейчас такое было? Про Василия, который попал в ловушку Обстоятельствах Я только что установил мотив Ирины Скворцовой Ага Убить Василия, чтобы избавиться от мирских страданий Не Василия Ясю Поясни В момент убийства Василий с Ясей находились в гостиной Выстрел был сделан со 150 метров А эта задачка не из легких Плюс ветер Вон, солнце в глаза Угу То есть Ирина хотела убить Ясю Но промахнулась И попала в Васю Все-таки два года не стрелила Ну, по твоей логике Стрелять в Ясю мог и Игорь У него мотив есть Его сын унаследовал бы акции Яси Ну, проведем следственный эксперимент Поставим себя на место снайпера Давай Давай Только für Sie Пригорь Продолжение следует 확 Корректор Пока Может Сも Кон Корректор Г Ukraine Что А brewer ну П lod Корректор Я на позиции. Ага. Мы тоже готовы. Давай. Василий упал здесь. Яся, скажите, где вы находились в момент убийства? Мне нужно было взять документы. Они всегда лежат в этой тумбочке. Но я услышала голос Васи, он меня звал. Вы слышали его голос отсюда? Нет, чуть подальше. Отсюда? Кажется, да. Паш, на точке. Бах! Выстрел! Василий и Яся слишком далеко друг от друга. Если бы снайпер хотел снять Ясю, он бы целился через другое окно. То есть промахнуться он не мог? Нужно сильно постараться, чтобы так промахнуться. Ясно. Ну, давай к нам. Стоп. Спасибо. Вы свободны. Значит, в меня стрелял Нира и Нигартищин. Ну, это я вам могла сказать и без эксперимента. Игорь Геннадьевич, конечно, не ангел, но и не убийца. Скажите честно, может, у меня лицо изуродовано после взрыва, а то я себя ни разу с того дня не видела. Может, я страшная, как смерть, а остальные просто не говорят из жалости. Яс, я уверена, причина не в вас. Конечно, во мне. С инвалидом жить не сахар. Я даже не держу зла на Васю, он ухаживал за мной. Любил, ну, или делал вид, что любил. Он был мне надежной опорой, и к нему у меня претензий нет. А вот эту гадюку Иру я по первое число отделаю, если зрение себе верну. Я ведь ее подругой считала, всем с ней делилась. Даже тем, чем не следовало. Опа! Идите, что ли, хулиганец? Шрифт Брайля. Я себе, думаю, это вам. Камень голым, миру камень не трогать. Есть. Мам, тебя никто не пробегал? Нет. А что случилось? Кто-то бросил камень в окно. Есть следы? Угу. Ну да, попасть мог только оттуда. Пошли в дом. Пошли. Здесь сказано, не верим, они врут. Кому не верить, нам? Да что случилось-то? Мне письмо пришло. А только курьер стеснительный оказался, сразу же сбежал. Так, отправлю нашу на анализ, может отпечатки найдут. Ясю, у вас есть идеи, от кого могла прийти эта записка? Я вообще ни одна. Все, с кем я общаюсь, дома. Ладно, если что-нибудь вспомните, сообщите. Не верим, они врут. Не думаю, что это о полиции. Тогда о ком? Об Игоре? Почему им? Не знаю, может о ком-то, кого мы еще не знаем. Останови машину. Зачем? Ну, ЗАГС чуть не проехали. ЗАГС? Тут Юля Пуговкина замуж выходила. Помнишь, девочка из морга, светленькая такая. Хочешь действие расписаться? Ну, посмотрим. Подойдем заявление, если получится, сразу распишемся. Подожди, подожди. Я не хочу жениться вот так вот, между делом. Ну, я откладывал на большую церемонию смокинг, платье, рестораны. Все как полагается. Паш, ну, ты же знаешь, что я не люблю эти публичные мероприятия. Свадьба — это что-то личное, только для нас с тобой. Понимаешь? Предлагаю компромисс. Мы устроим церемонию, но только семья и друзья. Только семья. Но ты будешь в платье. По рукам. Да-да. Здравствуйте. Мы хотим пожениться. Здравствуйте. Чем раньше, тем лучше. Не волнуйтесь вы так. Никуда он от вас не убежит, раз уж сюда дошел. Да я-то нет. А вот она может. Паспорта с собой? Конечно. Запишите нас на ближайшее свободное время. Ты-то говоришь, как будто мы к стоматологу записываемся. Так, следующее свободное окно только через месяц. Пораньше нет. У вас пожар, что ли? На самом деле, у нас убийство. Ну что же, если так, посмотрим на следующей неделе. На следующей неделе. Времени передумать совсем мало. Но все же есть. Так что не зли меня, Требушко. Что-то готовите? Да. Яблочный пирог. Ну, тогда я пошла. Если уйдете, я весь дом заставлю пирогами. И вы уже никуда не скроетесь от этого запаха. Звучит очень романтично. Месите тесто, а я буду яблоки нарезать. Запах яблок вызывает у вас дискомфорт, да? Ну, да. Это называется ассоциативная память. Запах напоминает вам тот день, когда погиб ваш отец. Но вы должны осознать, что этот день остался в прошлом. Вам легко говорить. Для вас тот день, наверное, был обычным вторником? Где вы были тогда? Попивали коктейли на Мальте со своими богатыми пациентами, да? Вообще-то в Тоскане. И не коктейли, а вино. Но у меня тоже были неудачные дни. Например, когда мой брат попал под машину, мне пришлось уйти с медицинского и вернуться из Петербурга домой, чтобы ухаживать за ним. Я вам очень сочувствую. Не стоит. Все плохое растворится в воспоминаниях. Как слезы в дожде. Вкусно. Хотите? Я не голодна. Но дождь не смоет слезы, если прятаться от него под зонтом. Почувствуйте запах яблок здесь и сейчас. А свои тревоги оставьте в прошлом. Неплохо. Обычно моим пациентам требуется 3-4 сеанса, чтобы преодолеть свои триггеры. Я слышала, в тоскании люди вообще не торопятся. Автор послания использовал обычные наклейки для слепых. Такие можно легко купить в интернете. Пальчики принадлежат парню Ивану Капустину. Два года отмотал за хранение наркотиков и буквально месяц назад вышел по УДО. Кто надзиратель? Надзиратель Алиса Прокофьева. Ага. Знаю ее. Я сама с ней свяжусь. Слоп, пойдем. Есть. После вас. Смотрю, трудишься в поте лица. К свадьбе кто будет готовиться? Ну, заявление мы уже подали. Остался ресторан и платье. Ты когда не была в сказке? Ну, в прошлом месяце мы с Пашей в горы ездили. Там довольно сказочно. Я про ресторан сказка, но в принципе спасибо, что ткнула меня лицом в свое счастье. Я думала, ты фигурально выразилась. Короче, ресторан сказка. Лучшее место в городе. Столик бронируется за несколько недель. А там как раз бронь сгорает. Я подумала, вдруг вам с Пашей будет интересно. А сама чего не идешь? У меня кавалер подинамила как-то одна. Не очень хочу идти. Считаю, что я вам дарю на помолвку. Ага. Надь, слушай, я сегодня без колес. Можно у вашего отдела машину возьму? Мне нужно подозреваемого проверить. Забирай. Ясь, вы мне руку сломаете. Надеюсь. Может, хоть тогда вы перестанете меня мучить. Вы же не можете вечно за кого-то держаться. Хорошо. Я хочу домой. Ясь, серьезно. Увезите меня отсюда, пожалуйста. Нет. Мне здесь нравится. Ладно, оставайтесь. А вы знаете, куда идти? Боль это большое. Ясь, не туда. А может, и туда я сам заблудился. Пожалуйста, хватит. Я хочу домой. Я больше не могу. Константин. Костя. Константин. Константин! Вы не ушиблись? Иди ты нафиг, мозгоправ. Без тебя справлюсь. И домой доберусь сама. Пусть хоть весь день тут блуждать буду. Не нужна мне твоя помощь. Вот. Правильно. Вам не нужно просить о помощи. Вы способны сами о себе позаботиться. Вам не нужен ни я, ни тесть, ни муж. Прости. Те. Про мужа я не подумал. Вы правы. Я справлюсь сама. Я думал, мы перешли на ты. Извините, это я на эмоциях. Нет, я не против, если ты не против. Да не против я. Ну, давай уже до дома меня доведи. А то я уже проголодалась после твоей этой терапии. Посмотри, кто пришел. О, почтальон Печкин. Матрушкин. Здравствуйте. И снова здравствуйте, капитан. Мы можем пообщаться наедине? Я пойду кофе сварю. Ясю, расскажите мне об Иване Капустине. Майор Светлова общалась с надзирателем Ивана по УДО и сказала, что Иван был вашим женихом. Он сделал мне предложение, но я не успела согласиться. Его посадили, но вы, наверное, уже об этом знаете. Да, он утверждает, что это Василий подбросил ему наркотики, якобы хотел убрать его здоровье и жениться на вас. Да, мне Ваня тоже об этом писал, но я не верю, у вас на такой неспособен. Писал? Вы общались с ним, пока он был в тюрьме? Тайно общались. И, кстати, эта коза Ирина мне помогала. Читала мне его письма вслух и мои записывала под диктовку. А что он писал? Он писал, что хотел отомстить Василию? Он бы Васю не убил, он вообще мирный, ну, когда трезвый, но предлагал мне с ним сбежать. Ну, я отказалась, у меня к нему остались только дружеские чувства. Я могу увидеть вашу переписку? Нет, я сожгла все письма, боялась, что муж их найдет. Когда вы в последний раз с ним общались? Последнее письмо пришло незадолго до того, как он вышел. Вообще, он должен был получить гораздо больше срок, но его отец подсуетился на суде и заплатил кому надо. Пропущу это мимо ушей. На будущее не говорите полицейскому о подкупе судей. Отцу Ваню уже все равно. Он умер год назад. Он серьезно влез в долги, чтобы купить вердикт. Работал, не покладая рук, чтобы расплатиться. Ну и сердце не выдержало. Итак, Иван потерял два года жизни, невесту, будущее и отца. И думаю, что это по вине Василия. Сильный мотив для мести. Мотив сильный. Но я все равно не верю. Ваня не способен на убийство. Мне бы вашу веру, Яся. Питер бросает мяч, Баттер отбивает мяч. Здрасте. Иван Капустин здесь поживает? Мне его надзирательница Паудо сказала, что он здесь живет. Питер получает бол, если мяч пролетает мимо страйк-зоны. Бегущий получает страйк, если пропускает мяч. Что, простите? Ну, мяч. Если пропускает, получает страйк. Термин такой в бейсболе. Наверное, ничего не знаю про бейсбол. Ну, никто не знает. У нас в бейсбол почти никто не играет. А значит, что? Что? Значит, и конкуренции меньше. Я так смехнул. Футболем не ловить нечего. Старовато я уже. А и бейсбол, другое дело. Я очень рада за вас. Скажите, а вы вместе с Иваном Капустином живете? Ну да. Я ему комнату сдаю. Он дом сейчас? Нет. Со вчерашнего вечера где-то шарится. А вы же не будете против, если я осмотрю его комнату? Нет. Только быстро. Мне тренироваться надо. А что, Ванька, натворил что? Это тайное следствие. И это к чему? Он вообще опасен? Не знаю. Он ваш друг. Не, ну мало ли. Вдруг у него башню сорвало. Я потому и спрашиваю, что вы ищете? Вдруг грохнул кровь. Как я уже говорила, это тайное следствие. А мне что делать, если он объявится? В таком случае вам нужно звонить в полицию. А если он это вооружен? Тогда сначала спрятаться, а потом звонить в полицию. Не, ну это понятно. А вот если у него волына, допустим? В таком случае вам нужно быть очень осторожным. Не провоцировать конфликт и не пытаться обезвредить. Сбитый против пистолета у вас шансов нет. Не буду отвлекать от тренировки. До свидания. Алло, Вень. Объявляй Ивана Капустина в розыск. Я даже соскучилась по этому запаху. Алло, Ваня. Хорошо, встретимся в полночи. Давай. Собираешься на свидание? Нет. Это был старый друг. Но не говоря о нем никому, у него могут быть проблемы, если полиция узнает, что мы общаемся. Почему? Долгая история. Просто поверь мне, Ваня хороший, он не имеет отношения к убийству моего мужа. Ладно, с кем ты общаешься, это не мое дело. Я никому ничего не скажу. А перед Игорем Геннадьевичем прикроешь? Ваня хочет встретиться сегодня вечером. Ладно, прикрою. Кость, если меня найдут мертвые в реке, просто скажи, что я сама сбежала. Ну и шуточки у тебя есть. Ладно. До полуночи еще далеко. Не хочешь сейчас прогуляться? Я поражаюсь тебе, Ясь. Ты столько всего пережила, но продолжаешь радоваться жизни. Большинство из моих клиентов впадают в депрессию за остывшего супа. Ну, большинство твоих пациентов богачи, а они люди капризные. Ну, ты тоже не бедная. Но моим состоянием распоряжается Игорь Геннадьевич. Ну, у нас вообще в доме самый главный. Он-то да. Наш фараон. Пискнуть без его разрешения нельзя. И даже Вася его во всем слушался. И тебя это устраивает? А фараону пофиг, устраивает меня это или нет. Фараон правит железной рукой. Даже гостей никаких не пригласишь. Домой. Я, кстати, из-за него всех подруг растеряла. Только Ирка одна осталась. Но подруга из нее такая себе, если честно. А Иван? А что Иван? Не знаю. Несчастный он и глупый. А зачем он предложил встретиться сегодня? Сбежать мне с ним предлагал. Куда сбежать? Я думаю, он сам не знает. Да, не волнуйся ты. Никуда я не убегу. Не хочу быть слепой мамашей при большом ребенке. Просто хочу с ним попрощаться лично. Ладно, дальше я сама. Спасибо. Спасибо. Ты был здесь когда-нибудь? Да, однажды брал тут. Бандюганова, он в семье ужинал. Ну, кстати, еду не успел попробовать. Надя советовала Мидии брать. Надя? Ну, наша Надя, Памфилова. А я понял. Ну, обычно ты ее называешь Надюшка, Надежда Александровна, стерва из отдела наружки. Один раз, Паш. Один раз я так ее назвала и очень об этом пожалела. Ну, вообще в целом она такая плохая, как я думала. Оказывается, тебе легко купить один ужин, и все. Уже неплохая, да? Нет, просто она поддержала меня в трудную минуту. Ладно, пригласишь ее на свадьбу? Нет. Почему? Я маму уже, кстати, пригласил. Здорово. Было бы неплохо, если бы ты познакомил нас до того, как сделала мне предложение. Да, она меня уже за это отчитала. Ну, ты ей понравишься, я уверен. Кстати, пригласишь кого-то из своих? Нет, нет никого. Мама умерла пять лет назад. Я помню, а отец, ты о нем никогда ничего не говорил? И не буду. И ты тоже. Мы никогда не говорим о моем отце. Так он жив? Для меня нет. Говорят, у вас тут какие-то мидии совершенно необыкновенные. Ваня? Ваня? Ты меня слышишь? Если да, то подай голос. А то я тебя плохо вижу. Вань. Не хорошо так шутить. Со слепой девушкой. Вань, чего ты молчишь? Какой необычный омлет? Ну, потому что это фритата. А что такое фритата? Необычный омлет. Ну, вкус явно необычный. Что так плохо, да? Ладно, эксперимент не удался. Приготовлю тосты. Танюша, к чему этот эксперимент? Хочу показать твоей матери, что могу быть для тебя хорошей хозяйкой. Думаешь, удивить ее своими кулинарными изысками? Что ты ржешь? Я вообще-то для тебя стараюсь. Я прекрасно знаю, что ты плохая хозяйка. Я смеюсь не над тобой, а просто моя мама, она... Да, Надюш. Ага. Еду. Что там? Капустину нашли. Взяли? Нет, я в отдел. Цель нашего сегодняшнего сеанса помочь тебе преодолеть страх громких звуков. Что это? Это не взрыв в доме. Это всего лишь петарды. Ты должна осознавать разницу. Перестань, пожалуйста. Костя, хватит, это жестоко. А жизнь вообще жестокая штука. Ты что, раньше этого не замечала? Она ранит нас и коллеги. Но мы же не можем вечно ковырять старые раны. Иначе они никогда не заживут. Твоя слепота это всего лишь следствие. Желание закрыть глаза на своей стороне. Защитная реакция подсознания. Мång 60-йeteя СИГНАЛИЙ КОНЕР СИГНАЛИЦИИ 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 Ты даже не вздрогнула. Да, с тобой почему-то чувствую себя в безопасности. Извини, я заигрался. Из-за меня ты чуть не подорвалась на петарде. Ну, тогда бы я точно забрала бы у тебя аванс. Я только что мужа похоронила. Извини, я... Привет. Привет. Ну что, а следили Капустина? Нет, он засветился на камере у вокзала, потом поймал попутку и скрылся в слепой зоне. Да что же за действие он такой? Что из рук валится? А что у тебя еще валится? Да все, начинай с этого дурацка фритата. Ты готовил фритату? Да, надо с чем-то мать Паши брать. А что она любит? Ну, судьба Паши, у них в почете азиатская и европейская кухня. Паша обожает суши. Суши? Ну, с ним мороки много. Ну, с чем попроще, могу научить. Приходи сегодня ко мне, устрою тебе мастер-класс. Давай. Кажется, к тебе пришли. Матроскин? Печкин. И снова здравствуйте, капитан. Может, хоть сегодня с нами пообедаете? Ваш друг Иван Капустин подался в бега. Значит, это он, Вася. Вы знаете, где он может закрываться? Я же сказала, я не видела его больше двух лет. Но вы были с ним в близких отношениях. Наверняка знаете его друзей, которые могут его прятать. Он писал, что подружился со своим сокамерником. У него еще прозвище такое смешное, как у капитана из мультика. Там еще бандиты песню пели. Приключения капитана Врунгеля? Да, да, точно, Врунгель. Он писал, что хотел снять комнату у него, когда выйдет. Настоящее имя Врунгеля Матвеев Ярослав Денисович. Был арестован за контрабанду и браконьерство. За какое браконьерство? Рыбу ловил в неположенном месте. Адрес есть? Ага, сейчас скину тебя. Я там уже была. Думаешь, приведет нас к Капустину? Ориентировку на Капустина разослали по всем вокзалам и аэропортам. Уйти он может только по воде. А наш Врунгель, судя по всему, неплохо управляется водным транспортом. Врунгель, судя по всему, неплохо управляется водным транспортом. Врунгель, судя по всему, неплохо управляется водным транспортом. Алло, Паш, я у него на хвосте и сейчас скину геолог отцу. Врунгель, судя по всему, на хвосте и по левому краю, Воле переходят на половину противника. Какая сложность? Защитник пытается перехватить Дмитрия, пока, но нет. Жолотом искусным дриблингом обходит защитника, выходит к краю штрафа. Кто играет? Уговорила, сбитый против Волыны шансов нет. Надевай. Рунгель, идиот, ты что творишь-то? От Тереги нас спасают. Она нас обоих повязать хотела. Тебя за нарушение условки, а меня за укрыватель собегается. У нас-то теперь сто пудов посадят. Мы же полицейскую в заложники взяли. Это если узнают. А мы ее тут притопим, по-тихому. Ты что, ее грохнуть хочешь? Да у тебя совсем крыша от наркоты поехала. Короче, сторожи ее, а я пока лодку заведу. Послушайте, он чувак-то неплохой, как из тюрьмы вышел, так сразу на какую-то дрянь подсел и все другим человеком стал. Ну ты давай не злоупотребляешь. Я нет, чист как стеклышко. Понимаешь ситуацию, да? Мои коллеги знают, что я следила за твоим другом. Вас все равно поймают. Как только мой труп всплывет, вас затравят, как зайцев. Вань, сдавайся по-хорошему. Я потом скажу, что тебе угрожал сумасшедший наркоман избитый. А с ним как быть? Ну все, майор, отправляемся в последнее плавание. С вами хоть на край света, капитан Грунгель. Не двигаться! Камень и брось! Руки за голову! Паш, Паш, все в порядке. Да я тут справилась уже. Как ты? Наручники снимись с меня. Сейчас. Вань, ты молодец, правда. Давай. Машину не испачкай. Да я вам клянусь, не убивал я Васю. Я вообще тогда в другом конце города был. Вдруг быушную тачку покупал, ну и попросил меня посмотреть. Я просто хорошо в машинах разбираюсь. Ну и что скрывался? Да я хотел из города сбежать. А мне по УДО приписано оставаться здесь. Ну что, тут не нравится, что ли? А что меня тут держат? Меня тут все знают как уголовника. Я даже нормальную работу найти не могу. Но я думал начать новую жизнь в новом месте. Ну там, бизнес свой замутить. А деньги на бизнес откуда? Ну, Тищин мне заплатил. Какой из них? Какой, какой? Который живой. Игорь Геннадьевич. Яськина соседка Ирка ему рассказала о нашей переписке. Ну и он три дня назад ко мне пришел. Предложил кучу бабла. Если я выполню для него одну работенку. Какую работенку? Да он Ясю хотел проверить. Он думал, она притворяется слепой. Сказал мне назначить ей встречу. Ну и прикинуться мертвым. Ну типа меня убили. А сам смотрел за ее реакцией. А я думал, ты ее все любишь. Да я люблю. Я хотел ее забрать. Но после того, как устроюсь в новом месте. Настоящий романтик. Ладно, поехали. Ноги. А справки от врача вам было мало, Игорь Геннадьевич? Справку можно и купить. Пойми же ты. Убили моего сына. У меня рассудок помутился. Я всех стал подозревать. Даже тебя. Только Яси никак не могла убить мужа, даже если бы и была зрячей. Выстрел сделан с расстояния 150 метров. В момент убийства Яси находилась в комнате с вашим сыном. На ее платье попали брызги его крови. Я этого не знал. Почему вы мне об этом не сказали? Это ваша вина. Вы должны держать меня в курсе расследования. Мы ничего вам не должны, Игорь Геннадьевич. Яси, прости. Смерть Вася меня подкосила. А мне, по-вашему, сейчас легко? Или мои чувства в расчет не берем? Так как вы могли подумать, что я Вась? Яси. У меня тут терапия с животным. Поглажу теленка, и на душе легче становится. Даже не представляю, что у тебя сейчас в душе творится. Самое интересное, что я даже не сержусь на Игоря Геннадьевича. Он сына потерял. Тищины тебя не заслуживают. Измены, обман, подозрения. Все, что они тебе дали, это страдания. А ты их все равно оправдываешь. Ну, хоть на улицу не выкинули. И на том спасибо. Да потому что им были нужны твои акции фермы. Ты знаешь, у каждой девушки свои достоинства. У кого-то ум, у кого-то красота. А у меня акции. Если подумать, это даже прикольно. Вась, по сути, моя содержанка была. Опять отшучиваешься? Неужели ты не хочешь разозлиться по-настоящему? Орать, бить посуду? Сейчас не хочется. Рядом с тобой мне почему-то спокойнее. Черт, а нельзя эту рисовую бумагу просто порвать и с овощами перемешать. Вкус такой же будет. Обед уже будут мисс Принг-Кроллы. Какая разница? По факту, это салат с креветками, овощами и рисовой бумагой. Терпение, майор. Представь, что собираешь хрупкие улики, и если повредишь, дело развалится. Окей. Я, кстати, поняла, как тебя нужно учить. Нужно на каждую задачу подбирать профессиональные аналоги. Ага. А какой профессиональный аналог для встречи с будущей свекровью? Это уже встреча с генералом. И тут потребуется новая форма. Нет, с этим будет проблема. Мне ничего не идет. Я в цеху полчаса сегодня пыталась выбрать себе платье. Все мимо. Полчаса мне обычно нужно, чтобы просто бегло осмотреться. На нормальный шопинг требуется время. Я ненавижу шопинг. Ну как? Нормально. А я не люблю алкоголь. Но вчера потерял, бутылочка ушла. Кстати, я завтра могу тебя отвезти в одно классное место, и мы можем тебе что-нибудь подобрать. Слушай, Надь, ну зачем ты это делаешь? Что? Ну, помогаешь мне. Ну, мне же нужно как-то свой материнский инстинкт реализовывать. Я думала, что я к этому времени уже буду дочку воспитывать. Но приходится довольствоваться майором. А как вообще так получилось, что ты до сих пор одна? Ты явно лучше мне разбираешься во всех этих семейно-бытовых вопросах. О, да. Я настоящий эксперт. Как актеолог, который наблюдает за акулами со стороны клетки. Когда вылезаю, меня сразу кусают. Теперь осталось пару подписей, и вы официально вступаете в права на следство. Ну, все, Игорь Геннадьевич. Мы теперь с вами партнеры. А Константин у нас кто? Поводырь? Или уже личный ассистент? Константин, мои глаза. Опыт показал, что они мне все-таки нужны и лучше на затылке. Челок, а? А? Ну, ты всегда на глазку налегаешь, когда тебя что-то беспокоит. Меня беспокоит твой инцидент с Врунгелем. Слушай, я когда вчера Надюхе про это рассказала, она чуть со смеху не померла. По-твоему, это смешно? Ну, да. Я за время службы своей, конечно, встречала преступников-придурков. Ну, чтоб таких идиотов. Эти идиоты тебя чуть не утопили. Баш, ну, не утопили же. А если бы Капустин тебе не помог? Если бы я опоздал на пять минут? Ну, тогда утопили бы. Тань, я понимаю, ты у нас железная леди привыкла делать все она, но теперь-то ты не одна. Наш брак долго не протянет, если ты будешь брать все на себя. Потому что каждый твой поступок отражается на мне. А впоследствии на наших детях. Лекция кончена? Тань, ну, это касается не только работы. Да вот, в повседневной жизни ты держишь меня на расстоянии. Например, ничего не рассказываешь своей семье. Ну, Паша, у меня нет семьи. А твой отец? У меня нет отца. Григорий Светлов это кто? Так. Откуда ты знаешь его имя? Спросил у твоих одноклассников. Они сказали, твой отец ушел из семьи, и ты поэтому с ним не общаешься. Даже не знаю, с чего начать, Паш. Отношения с человеком, который считает себя моим отцом, тебя не касается. А во-вторых, ты что, копаешь под меня? Я тебе подозреваемый, что ли? Ну, ты ж ничего не говоришь. Ну, вот приходится искать свидетель. Тань, подожди. У тебя штаны горят. Что это все значит? То, что у тебя горят штаны, Паш. Паш. Яся, ты заходила ко мне в кабинет? Вы знаете, я туда без вашего разрешения не захожу. Некоторые в этом доме еще уважают чужие личные границы. Просто я помню, что я закрывал дверь. Что за черт? Что? Что случилось? Не может быть. Не может быть, Коля. Что? Коля? Коля, в смысле, мой отец? Алло. Полиция? Костя. Это Игорь Тищевский. Костя, что происходит? Что-то украли? Не знаю. Игорь Геннадьевич увидел это и побледнел. Похоже на поделку моего отца. Он начал делать таких деревянных птичек, когда из армии уволился. Но эту я не помню совсем. Подожди. Она что, новая, что ли? Вы периодически проверяйте свекра? А то ему совсем плохо. Я предложил вызвать ему скорую, а он меня послал к черту. Ну, если есть силы хамить, значит, жить будет. Не обращайте внимания, капитан. У него хамство, такая же защитная реакция, как у меня юмор. Вы проверили, в доме точно ничего не пропало? Вроде ничего не пропало. Я попросила Костю, он все проверил. Замки не взломаны. Кто бы сюда ни проник, он открыл дверь своим ключом. Но ключи есть только у меня и у Игоря Геннадьевича. Может, еще и у Иры. Я ей звонил, она с утра у подруги, вернется только вечером. Ну, значит, и правда мой отец приходил? Есть. Если это шутка, то я ее совсем не понимаю. В этот раз я не шучу. Посмотрите на полку. Все эти фигурки сделал мой отец. И ворон на столе, это тоже отцовская работа. Мы обязательно проведем экспертизу, Ясю. Но вряд ли ваш отец отправляет вам фигурки с того света. Дело не только в птицах. У меня уже давно такое чувство, будто мой отец где-то рядом. Словно наблюдает за мной и оберегает. Это может быть реакция подсознания на все последние события. Возможно, тебе комфортнее думать, что отец присматривает за тобой. Ну, может быть и так. Кто-то с психов разберет. А помните нашего друга-сыщика? Я его поймал только потому, что сработала сигнализация в его машине. Он сказал, кто-то кинул в нее бутылку. Думаешь, в дом влез мужик? А знаешь, как он его описал? Высокий, широкоплечь. Подождите, вы же сейчас несерьезно? Отец Яси погиб полгода назад. А его останки сгорели дотла. А значит, он мог инсценировать свою смерть? Но зачем? И где он был все это время? Почему не дал себе знать? Так, давайте не будем делать поспешных выводов. Яси, можно мы возьмем фотографию вашего отца? Да, конечно. И еще одну фигурку для сравнительного анализа. Воскрешения из мертвых в нашем цирке еще не было. Ворон в кабинете Тищина. Это работа Николая Щуки. Изготовлена его рукой. Ну, может, подарил кому-нибудь. Отпечатки есть? Ни отпечатков, ни потажировок следов. Все по нулям. А что сыщик? Ну, наш художник составил, с его слов, фоторобот. Ну, этого мужика с бутылкой. Вот. Не может быть. В смысле? Есть. Зайди на минутку. Уже соскучились по мне? У меня к тебе серьезный разговор. У меня к вам тоже. Знаете, нехорошо посылать к черту капитана полиции. Да, я погорячился, но сейчас не об этом. Ну, это я знаю, что глубоко в душе вы милейший человек. Но вот только капитан не такой проницательный, как я. Ясия, ты можешь хотя бы полумолчать секунду? У тебя язык без костей. А я уже закончила. Я прошу тебя, присядь. У меня к тебе предложение. А руки и сердце? Да, я все руки и сердце. Вообще-то я пошутила. А я нет. Да, вы редко шутите. Где поженимся? На кладбище Васи есть отличная церквушка. Я думаю, и Вася бы одобрил. Он бы понял, что это лучший вариант для нашего бизнеса. Точно. Ведь залог успешного бизнеса – это знание рынка и здоровый секс-партнеров. Это ведь первое, чему учат в бизнес-школе. Ни на какие полноценные отношения я не претендую. Наша свадьба была бы обычной сделкой, чтобы активы фермы остались в семье. А сейчас мы не семья? Ну, если бы мы были женаты, я бы был уверен, что это не попало бы в руки никакому проходимцу, типа Ивана Капустина. Скорее-то он к вам в лапу попал. А ты бы была уверена, что я без твоего ведома не продал бы никому свою часть акций. Вы хотите стать моим мужем, чтобы я вам доверяла. Но вот только есть проблема. Я не могу выйти за человека, которому я не верю. Ну, ужасно, да? Как-то мне кажется, может, цвет не твой, не знаю. Слушай, знаешь что, попробуй... Попробуй это. Можно я сама выберу? Пожалуйста. Так, Толстовку, рюкзак будешь выбирать сама. А сейчас доверься мне. Попробуй это. Это ещё что такое? Надеюсь, не бомба. Может быть, Игорю Геннадьевичу еду отнести? А то он совсем есть перестал. Игорь Геннадьевич, у вас всё в порядке? Не трогай меня. У вас кровь. Наблюдательный. Просто руку порезал, ничего страшного. Крик был такой, как будто вам руку отрубили. Тебе показалось. Зачем вам столько лампочек? Юмор такой. Один друг прислал лампочки в шутку. А в чём розыгрыш-то? Тебе не понять. Иди выкинуть коробку. Наш человек сейчас приедет и заберёт коробку. Ничего не трогайте. К встрече с твоей матерью готова. Ты вообще в курсе, что это она к нам приезжает, не мы к ней? Ну, зачем столько вещей-то? Ну, пошутаю. Шопинг, как алкоголь. Попробуешь глоток и понеслась. Ну, посмотри. Как тебе? Мне нравится. Звонила Яся. На имя Игоря Тищина пришла странная посылка. От Николая Щукина. Там что, так и написано? От Николая Щукина? Ну, подтекст именно такой. В коробке было десятка два лампочек. И что? Ну, как что? А то, что взрыв в доме вызвала именно искра от лампочки. В прессе эту деталь не упоминали, но про это мог знать кто-то из полиции, либо убийца. Либо жертва. Выжившая жертва. Которая пытается запугать убийцу. У жертвы это хорошо получается. Яси говорит, Игорь Геннадьевич совсем к крыше поехал. Посылка его добила. Разыграла ты меня, Коля. Я купился. Дурак. Игорь Геннадьевич, что это за звук, будто нож точит? Ничего я не слышал. И правда. Видать, галлюцинации начались. У сумасшедших такое бывает. Хватит дурака валять. Ты же всегда папашу поддерживаешь. Вечно надо нам на козни свои строить. За дураками не держите. Игорь Геннадьевич, у нас в доме есть и безалкогольные напитки, если вы не знаете. Думаете вы лучше меня? Коля всегда на меня сверху посмотрел. Даже в партнера взял из жалости. Думал, что я без работы собьюсь. Но Игорь Тищин всех вас переживет. Извините. Меня подташнивает от запаха перегара. Вен, ты там чего? Как будто призрака увидел. Ага, хуже. Нашел его отпечатки. Их полно на лампочках. Это Николай Щукин. А знаете, что самое интересное? Что? Их даже не успели еще эксплуатировать. Хочешь сказать, что их купили недавно? А я о чем? Как это объяснить? Получается, что даже если он инсценировал свою смерть, то для чего ему было столько времени скрываться? Почему он не мог просто сразу взять и связаться с дочкой? Зачем ему нужно было прятаться? Я вам точно говорю, здесь какая-то чертовщина творится. На лампочках найдены следы оружейной смазки? Да. И всего два интернет-магазина, в которых она продается. Ты их проверил? Конечно. Я вам даже больше скажу. Большую партию смазки отправили на стрельбище, которая находится в пяти минутах езды от дома Тищенко. Скинь мне адрес. Есть. Он меня пугает. Ходит по дому, сам с собой разговаривает и бьет, как озеро под водопадом. Я могу с ним поговорить, но для начала он должен просохнуть. Игорь Геннадьевич? Игорь Геннадьевич, зачем вам нож? Отдайте его мне. Спокойно. Здесь все свои. Костя, оставь его. Пойдем. Костя, оставь его. Не может быть. Не Николай, ну, похож на него. Пойдем пообщаемся. Подожди. Если он послал лампочки, он может быть убийцей Василия. Не будем раскрывать карты. Здравствуйте. У вас тут пострелять можно? Можно, только осторожно. Здравствуйте. Дело в том, что моя невеста на охоту со мной собралась. А оружие в жизни в руках не держала. И на кого собралась? На кабана. На кабанчик. Секунду. Вот из такого стреляния? Ну, из такого не приходилось. Нарезное. Держи. Давай. Ох, тяжелая зараза. А покажется, как стрелять? А то Павлик мой только на словах герой. Кстати, я в Зайце со 150 метров могу попасть. Да ладно. В Зайце со 150. Да. А это много? Ну, вон, видите, дальняя белая мишень. Как раз Зайце. А вы попадете? Я? Ага. Не попадет. Попаду. А давайте спорим на три выстрела. Хоть раз попадете, платим за частное занятие двойную цену. Промахнетесь? Занятие бесплатное. По рукам. Пойдемте. А уступи ко мне местечко, пожалуйста. Вы служили? Было дело. Ну, будем считать разогревающее, да? Как скажете. А в горячих точках бывали? Бывал. В Сирии последний раз. Но комиссовали по состоянию здоровья и контузии. А потом по миру поездил, частников потренировал. Это ваше стрельбище? Мое. Ну, пока это лучше, на что я способен. Но попал же. Это не наш снайпер. В смысле? А, это вы по поводу Васи Чищину, да? Угу. Ну, пойдемте ко мне в офис, пообщаемся. Вот. Три мушкетера. Ну, а потом ребята уволились из армии. Николай наследство получил от дяди. Ферму купил. Кофе будете? Угу. Да, спасибо. А почему Николай взял в партнера Игоря, а не вас? Ну, потому что я сам отказался. Я вояк, а не бизнесмен. Ну, а Коля решил, что один не справится. Правда, я его заранее предупреждал, что Игорь не самый хороший вариант. Но он сказал, мол, Игорь парень неплохой, просто невезучий. Ну, если так. То есть Николай позвал его из жалости? Да, у Игоря тогда жена умерла. Пить стал часто. Коля решил его чем-то занять. Сначала управляющим назначил, ну, а потом в партнера взял. А полгода назад понял, что сделал большую ошибку. Короче, Игорек с сыном мутят там что-то на ферме. Пока не поймут что, но в бухгалтерии полно нестыковок. Ну, и что делать думаешь? Пинками гнуть. Ну, ты же понимаешь, что тут может быть проблема. Игорек без боя не сдастся. Ну, если со мной вдруг что, присмотришь за яси? Я за яси, конечно, присмотрю. Но ты в курсе, что я в командировку собираюсь? Постараюсь не помирить. Пока не время, что. Дети, давай хотя бы на эту тему шутить не будем. Ладно. Слушай, ну, на всякий случай, сделал ключи к оперу. Ну, от моего дома. Ну, мало ли что. Да, вот чего. Слушай, пока не забыл. Я же тебе сувенир приготовил на новоселье. Держи, на удачу. Вот за это спасибо. Хоть какая-то живность в доме будет. Ну, а через несколько дней я уехал. Вернулся только месяц назад. Купил себе стрельбище, ну, я сел здесь. Так-то вы залезли в дом Тищиных. Я? Хотел посмотреть, чем там ребята на ферме занимаются. Но Игорь не держит служебную документацию в доме. И вы решили его запугать? Ну, согласитесь, с лампочками неплохо получилось. Ну, это да. Но откуда вы узнали, что взрыв вызвала искра от лампочки? А, так Игорь мне сам сказал. Тогда еще в армии он по образованию электрик. Говорил, что самый опасный предмет в доме – это лампочка. В любой момент может лопнуть и дать искру. Но еще добавлял, что если он когда-нибудь захочет кого-то убить, он сделает это с помощью лампочки. А откуда у вас лампочки с отпечатками Николая? Ну, Николай мне помогал ремонт в доме делать. Коля вкрутил все лампочки в квартире, а потом я сразу уехал. И с тех пор их не включал. Так что они там как новые. Могу сказать вам спасибо за сыщика. Да всегда пожалуйста. Я его заметил, когда за домом наблюдал. Он там два дня у забора терся. Я решил с ним поговорить, но потом понял. Ну, вряд ли он со мной будет разговаривать. То я такой. Ну, и что теперь, арестуете Игоря? У нас недостаточно улик. Думаю, что мы не сможем доказать, что он убийца. Ну, вы продолжайте свои розыгрыши. Может, в конце концов, сознается? Я думал, вы мне за такие дела по башке надавите. Друг разыграл друга. Ничего не вижу криминального. Я тоже обычное дело. Слушайте, но вы в любом случае проверьте в бухгалтерии фирмы. Раз Николая убили, возможно, он был прав. И Тищина там что-то мутит. Видимо, об этих несостыковках говорил Николай. Они тут в стихаря какое-то оборудование закупали. Зачем им аквариумы? Ну, там еще какие-то звукоизолирующие материалы. Как будто что-то строили. Пару месяцев назад на ферму приезжали рабочие. Что-то ремонтировали в телятнике. Ну, стоит проверить. Ага. По-моему, это здесь. А там у вас что? Подвал. Какой еще подвал? Тайна в шелестной двери? Еще одна ступенька. Голова вниз. Порог. Ага. У вас тут что, ферма под фермой? В смысле ферма под фермой? Ого. Да тут целый зоопарк. Габонская гадюка. Ящерица Ядозуб. И зачем, Вася, их тут держал? Все эти животные запрещены на территории России. Наверное, Василий занимался контрабандой. Возил их в страну и продавал. Вот эта черепаха, возможно, стоит дороже моей машины. Ящерица Яся, не двигайтесь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Яся, как вы догадались, что змея рядом с вами? Вы что, увидели ее? Вы мне вряд ли поверите, если я скажу, что это было чудесное прозрение. Мы отучились верить в чудеса, Ясю. Профессиональная деформация. А вот это плохо. Вам надо почаще брать отпуск. Ясю. Простите, я просто не знаю, что еще сказать. Скажите правду. Ко мне вернуло зрение буквально пару дней назад. Мне помогла терапия Константина. Я сначала сама не поверила. Думаю, галлюцинации уже начались на нервной почве. Ну и зачем тогда этот спектакль, если для нас разыграли? А сами как думаете? Не хотела, но в список подозреваемых. Вы бы решили, что я всю дорогу зрячая была, а значит, и мужа могла убить. Мы вам уже говорили. Вы вне подозрений. Игорю Геннадьевичу это докажите. Он никому не верит. Ни полиции, ни криминалистам, ни тем более мне. У Игоря Геннадьевича нет полномочий вас арестовывать. Да. Зато у него есть острый ножик и пьяная паранойя. Плохое сочетание, знаете ли? Ходит по дому с безумными глазами. Того, гляди, набросится. Капитан, я его боюсь. Если бы там мне хоть какую-то защиту давала. Инвалид не представлял для него угрозы. А теперь буду спать полглаза. Ну, если вообще в основном. А вы не думали, куда-нибудь съехать? Пожить, например, в гостинице? Игорь Геннадьевич меня так не отпустит. Точнее, не отпустит мои акции. У тебя не проклятые акции, эти и фермы. А это что такое? Откуда эти твари у меня на ферме? А то вы не знали. Я что, больной? Держать это у себя. Они же ядовитые. То есть вы ничего не знали про этот зверинец? Да если бы я знал, я бы его прикрыл. Ну, видимо, Василий был рисковым парнем. Возникает вопрос, почему он решился на такой риск. Насколько я знаю, ваша семья не нуждалась в деньгах. Да. Вася часто говорил, что он чувствует себя приживалом. Своих-то акций у него не было. Так что, получается, жил он на нашем съезде по печеньям. А поделиться акциями с сыном не доволи? А зачем? Управляющий он был. Хороший. Не поймите меня неправильно. А вот как бизнесмен был никакой. Зубки были недостаточно острые. Но, хотя, как теперь показывает практика, и мой окулинок мог кусаться. Есть идеи, кто мог помогать Василию с его бизнесом? Понятия не имею. У него и друзей-то не было. Только Ася, я и Ира. Она что, видит? Ну, ваш терапевт творит чудеса. Красавица, а! Красавица, если тяпнет, мало не покажется. Прямо как моя бывшая, а! Лейтенант! Мне кажется, я тут что-то обнаружил. Что? Идите-ка, посмотрите. Это что, палец? Палец. В этих черепах достаточно мощные челюсти. И по ходу дела она кому-то откусила палец и почему-то не съела. Либо съела и срыгнула из-за стресса. Такое тоже бывает. Кошмар. Так, проходи. Здравствуйте. Знакомьтесь. Это Татьяна. Алена Владимировна. Очень приятно. Очень приятно. Прошу к столу. Присаживайся. Очень красиво, Татьяна. Это спринг-роллы. Да они очень вкусно готовят. Понятно. Это правда. А по-русски креветочный салат в рисовом лаваше. Ну, в общем, да. Паша в студенческие годы тоже подсел на эту экзотику. Съест два суши, а потом всю ночь бутерброд из кухни таскает. Ну что, мам, ты тогда на семь килограмм поправился. Я надеюсь, детей вы будете иначе кормить. Одной эстетикой сеть не будешь. Организму нужно топливо. Вот совершенно с вами согласна, Алёна Владимировна. Паша меня замучил. Все время заставляет калорий считать. Из всего проблемы делает. Соль вредна, сливочное масло, жирно. Про майонез я вообще молчу. Очень умный. Это он в отца. Это да. А умным людям свойственно надумывать. Пойду, штопор найду. Обиделся. Никогда не переносил критику. Паша говорил, вы судья? Да. По уголовным делам. Алёна Владимировна, давайте я вам пельмешку сварю. Игорь Геннадьевич, ну вы так ослепнете. Хоть бы свет включили. Или в нашей семье обязательно должен быть свекой. Не надо включать себя. Думаешь, я не чувствую? Газ? Ладно. Давайте хотя бы шторы раздвинем. Нельзя же в темноте сидеть. Да. Ты же у нас теперь зрячая. Тебе нужен свет, чтобы за мной следить. Ой, да больно вы мне нужны. А я не верю, что тебе помогла терапия. Я думаю... Что ты с самого начала притворялась? Вам и газ не нужен. У вас дыхание от одной искры загорится. Небось, работаешь с папашей, да? Какой у вас был план? Усыпить мою бдительность, а потом прихлопнуть нас с Васей? Небось, это все Коля придумал. Он сейчас, небось, смеется. Он вообще любит улыбаться. Да, вы, Щукин, юмористы. Скажи ему, если он хочет решить все. Пусть сделает это лично. Да, я буду ждать его. Мы поговорим один на один. Открыто, без этих дурацких игр. Я буду ждать его здесь. Я готов его встретить. А я смотрю, вы станете вчера хорошо поладили? Да, умная женщина. А для тебя так вообще идеальная. Не даст тебе витать в облаках. То есть вердикт в пользу посудимой? Вердикт выносить пока еще рано. Надо познакомиться с ее семьей. Может, у нее родители пьяницы какие. А алкоголизм передается по наследству даже через поколение. Непонятно, что может проявиться у детей. Конечно, в идеале было бы хорошо вообще познакомиться с историей болезни ее семьи. Знаешь, береженого бог бережет. Да я понимаю, но было бы у кого узнавать, у нее из семьи только отец и тот неизвестно где. А вот это уже тревожный звоночек. А ты узнавала у Татьяны, почему отец ушел из семьи? Я навел в справке, пять лет назад его объявили в розыск. Так он что, преступник? А как это она устроилась на работу в полицию с таким отцом? Да не в уголовный розыск, мам. Его искала дочь от другого брака. Полина Кирова, кажется. А говоришь, нет никого из родней. Покопали немного. Двоих уже нашли. Копай дальше. Таня, это не понравится. Тебе опасно с ним оставаться в одном доме. Что, предлагаешь сбежать под покровом ночью? Может быть. Угу. Игорь Геннадьевич организует песковую операцию, а его коровы будут искать нас по запаху, да? Да пусть ищет. Все равно никого не найдет. У меня есть деньги, ты сможешь продать свои акции. Начнем новую жизнь. Ясь, ты хочешь сбежать со мной? Да или нет? Кость, я хочу. Но смогу ли, это другой вопрос. Я подумаю. Нашли правую ногтевую фалану. Черепаха откусила. Господи, я в этом деле уже ничему не удивляюсь. Призраки, ядовитые змеи, чудесное прозрение. Чьи пальцы-то? Пожалуйста. Станислав Рубцов несколько раз задерживался за контрабанду. Значит, он осуществлял ввоз животных, а Василий их продавал? Видимо, да. Но не получилось проверить, потому что информация о контактах и местах проживания в его уголовом деле уже устали. Так. Тут написано, что судя по разложению, Черепаха откусила палец нашему контрабандисту неделю назад. Подорожникам такого рано не залечишь? Веня, обзвони все больницы, расспроси про мужчину с откушенным пальцем. Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Полина Кирова? А вы жених моей сводной сестры. Узнал о вас по голосу. Да? Я хотел продолжить разговор по поводу вашего отца. Можете сами с ним пообщаться. А? Спасибо. Ну, Поленька, что там за сюрприз? Проходите. Здрасте. Поленька, а что ж ты не сказала, что у нас гости? Мы бы побольше порции приготовили. Папа, это капитан Требушко. Капитан? А капитан чего? Полиции, армии или дальнего плавания? Папа. Капитан полиции. Ну что ж, тогда я пошел. Мне пора, дети, рад был с вами повидаться. Мне пора в аэропорт. Да, капитан, а вы не подскажете, какие страны не предоставляют экстрадиции? Не понял. Да шучу я, шучу. Вы присаживайтесь. Давай на ты. Гриша. Паша. Ты с Никиткой знаком? Это мой младшенький. Здрасте. Ну, а Полина у меня... Папа, это жених Тани. А Таня к Дени не пришла? Она не знает, что я здесь. Ну что ж, тогда раз знакомству. Пусть такая остается. Таню лучше не злить. А то в прошлый раз она мне так по морде съездила. Аж искрой из глаз брызнули. В прошлый раз? А когда вы с ней виделись? Где-то год-два назад я ее нашел. Хотел как-то связь наладить. А ты ж знаешь, проще с Юпитером связь наладить, чем с Татьяной. Просто интересно, а что между вами произошло? Папа у нас в молодости был, так сказать, человеком непостоянным. Да кобелиной я был. Кобелиной. Когда Тане было три года, я Таньке ушел. Ну, от матери ее. Переехал в другой город. Потом женился на Оленьке. Вот Полинка появилась. Нет, ну нас он оставил, когда мне было пять. Личный рекорд. Моего рождения вообще не дождался. Но ведь это не важно. А важно то, что я теперь стал другим человеком. Я много путешествовал. Грузия, Армения, Татьянестан. Вот ткни пальцем в карту, я там был. То есть везде детей оставил? Все, кого оставил, я найду. За годы странствия я понял одно. Мы приходим на эту землю, чтобы продолжить свой род. Во всех культурах мира самым главным является семья. И я твердо намерен соединиться со своими. Вот Полинка с Никиткой, меня уже приняли? Теперь очередь Татьяны. Устрой мне с ней встречу. Большего не прошу. Майор Светлова. Можно хотя бы перевязку закончить? Так вы же еще не начали. Подождите, пожалуйста, за дверью. А мы пока поговорим. О Василии Тищине и вашем зоопарке. Да, мы толкали животных коллекционерам. Но кому-то этого хуже. Людям радость, животным крыша над головой. А то ядовитым змеям жить негде. Да, мы с Васей делали доброе дело. Пусть и не бесплатно. Так стоп, вы что, меня хотите в его убийстве обвинить? Мне самому его убийство все карты спутало. Всех наших клиентов Вася находил. Что мне теперь с этими животными делать? Не переживайте, я вас арестую только за контрабанду. Слава богу. В регистратуре сказали, что вы обратились к ним как раз перед убийством. Да и стрелять мне теперь нечем. Меня другой вопрос интересует. Василий не говорил, для чего ему этот дополнительный заработок? Да он уехать хотел. Вместе с этой своей, Ириной. Куда уехать? Говорил подальше от фермы, от жены, от отца. Достали его тут все. То есть у него были разногласия с отцом? Да они вдвоем в эту Ирину втюрились. Игра за ней вообще давно ухлестывала. Но она выбрала модель помоложе. Ну вот она решила тайком заработать и свинтить. Ясно. А, еще вопрос. Как вам черепаха пальцы откусила? Я ее просто погладить хотел. Она такой грустной выглядела. Ну, видать, потому что голодная была. Беспалый контрабандист под стражей. Город может не бояться черепах и людоедов. Мне кажется, я заслужила свой обед. Молодец, только я позвал тебя не обедать, Танюш. Я бы хотел вернуться к нашему разговору. О твоем отце. Паша, я бы не хотела. Или мое мнение вообще не учитывается. Пойдем со мной. Привет, Танюша. Танюша, привет. Ну, Танечка, мне нужно с тобой поговорить. Таня, Таня, подожди. Ну, удели человеку хоть две минуты. Все-таки твой отец. У меня нет отца. А с такими темпами скорость жениха не будет. Танечка, я правда изменился. Я тысячу раз пожалел о том, что тогда оставил вас с матерью. Зачем ты вообще лезешь в мои отношения с отцом? Я много путешествовал. Казахстан, Киргизия, Беларусь. Вот, ткни пальцем в карту, и я там был. Да потому что я знаю, ты сама хочешь с ним помириться. Семья должна быть вместе. Да, Паш, ты знаешь. Только ты меня забыла об этом спросить. Да. И во всех культурах мира самым ценным является семья. Привет. Привет. Ну, рассказывай. Ну что, застрелился из карабина? Калибр-7-62, нарезной, как он ушел снайпера. Так это, походу, наш снайпер и есть. Танюш, письмецо посмотри. Свои поступки я не оправдываю, прощения не прошу. Я сделала то, что сделала, мне с этим жить, хоть и недолго. Я сделала сына своим сообщником в убийстве Николая Щукина, но потом сообщник обернулся против меня. Я испугался, что он убьет меня, если я не отдам ему часть акций. Я убил своего сына не из ненависти, а из страха. Ну, ты говоришь, у тебя плохой отец. Капитан, мы, наверное, вас уже достали своими смертоубийствами, да? Яся, вы видели, как Игорь Геннадьевич? Нет, меня там не было. Я услышала выстрел, прибежала, и в тот момент мне заново захотелось ослепнуть. В кабинете я ничего не трогала, сразу же позвонила в полицию. А это там в кабинете карабин Игоря? Я понятия не имею, я впервые его видела. Я и не знал, что у него карабин есть. Он до этого с ножиком ходил. Ну, логично, если он из этого карабина убил сына, что он его прятал. Пойду сфоткую карабина, отправлю Федору. Может, он его увидел у Игоря. Меня в этой истории смущает два момента. Во-первых, почему Игорь не написал записку от руки? А во-вторых, он пишет, что убил сына, потому что боялся. Да, я читала, Вася требовал от него акций. Но я об этом впервые слышу. Но ведь он неплохо зарабатывал на своих змеях. Ферма ему была не нужна. И вообще он собирался сбежать с Ириной. Ну, может, он решил, что заслуживает большего. Возможно. Да, похоже, жадность у Тищиных в крови. Ясь, попей хотя бы чаю. Ты целый день ничего не ела. Спасибо, я не хочу. Точнее, не могу. Понимаю. После всего, что произошло. Дело даже не в этом. Дело в самом доме. Я не могу здесь находиться. У меня такое чувство, будто здесь все стены пропитались запахом крови. Если что, мое предложение все еще в силе. Теперь нас точно никто не будет искать с коровами. Но это уже не романтично. В любом случае, оставаться здесь я не намерена. Дом я продам, ферму тоже. Бегунов ее с руками и ногами оторвет. Ну и куда ты собираешься ехать? Давай поживем где-нибудь в глуши. Где нас никто не будет преследовать. Ни полиция, ни журналисты. Даже телефон с собой брать не будем. У тебя есть какое-то место напрямить? Ну, есть одна. Ну что, продолжим? Что продолжим? Ты хотел поговорить с моим отцом? Я не буду извиняться за свой поступок. Я хотел как лучше. Вот именно, Паш. Ты хотел как лучше. А что, разве он не прав? Вы Алена Владимировна тоже в этом участвовали? Нет. Но в этом вопросе я полностью на стороне Павла. У меня теперь два начальника. Интересно, кто из вас главнее? Таня, утрируй. У нас же уговор. Ты, главное, на работе. А я в жизни. Да, только я своей властью не злоупотребляю. Паша. Мне нужен партнер, а не начальник. Если ты этого не понимаешь, то нам, наверное, рановато жениться. А может, вообще не стоит. Да. Дерзкая особа. Наверное, наследственная. В отца. Доброе утро. Привет. Пришел отчитаться по самоубийству Игоря Тищина. Карабин не зарегистрирован. Отпечатки пальцев только самого Игоря Тищина. Плюс следы его же крови. Федор Князев сказал, что подарил этот карабин Николая Щукину перед своей командировкой. Щукин был заядлым охотником. Больше ничего необычного. Да поза какая-то необычная. Судя по ранее в голове, он целился себе в подбородок, поэтому рукой он до курка достать никак не мог. В защиту Павла могу сказать, что он и правда хотел как лучше. Такое часто случается в отношениях. Ну, если ты, конечно, не хочешь остаться одна, как я, то привыкай. Ну, в целом, не так-то и плохо. У тебя хорошая работа, ухажеры, рестораны. Потому что дома никто не готовит. И мне готовить нет для кого. Виновата в этом я сама такая же. Гордая и независимая была. А что случилось? Короче, я была помолвана с одним. Хорошим мужчиной. Мне это доказалось, что награничивает мою свободу. Я тогда любила клубы, бары, рестораны. Вот и получаю свои рестораны. Сижу, теперь смотрю, как парочки празднуют годовщины. А что, лучше зависеть от мужа и его мамаши? Я так же говорила. В конце концов, всегда нужно компромисс найти. И вам с Пашей нужно искать, иначе потом жалеть будешь. Слушай, Настя, мне кажется, у нас с тобой просто разные цели. Я хочу ровноправных отношений, а ты просто боишься остаться одна. В отличие от тебя, мне не нужна семья, как сама цель. Ну, родить я и сама могу. В конце концов, в 21 веке живем. Ладно, я пошла. Паша, ты что делаешь? У нас тут эксперимент. Игорь мог застрелиться только так. До курка могу дотянуться, а нажать уже нет. Он слишком тугой. Но получается только ногой. Так он в тапках был. Самоубийство инсценировано. Ну, значит, Игоря подставили и сразу его заткнули. И кому понадобилось убивать обоих Тищиных? Позвоню ясю. Может, у нее идея есть. Абонент временно недоступен. Ну? Но абонент также не абонент. Федор говорил, что у него есть ключи от дома. Так зови его. А я позову понятых для обысков. Яся! Яся! Понятые, оставайтесь здесь! Если бы она была дома, она бы уже давно ответила. Паш, это ведь телефон Яся. А это ее терапевты. Шкаф пустой. Видно, что Яся собиралась в спешке. Или кто-то собирал за нее вещи. Константин? Мне он сразу не понравился. А когда он появился? Накануне похорон Василия. Я случайно подслышала их разговор с Ясей. Этот Константин сказал, что его нанял Василий незадолго до смерти. Ну, Василий этого подтвердить уже не может. Позвоню Вене, пусть пробьет этого Константина. Проходи. Проходи. Это дом твоего отца? Ага. Но укуплен на имя какой-то троюродной родственницы. Поэтому нас тут даже полиция не найдет. Блин, надо было хоть капитану сообщить, куда мы собираемся. Нет. Хорошо, что никто не знает про это место. По крайней мере, здесь нам никто не будет мешать. Какой ты шустрый, Костя. Язь, я должен тебе кое в чем признаться. Понял, Веня, спасибо. Ну, что там? Веня проверил биллинг Василия Тищина за последний месяц. В списках звонков Константина Соколова нет. Василий вообще не звонил за границу. Значит, Соколова не нанимал. Веня пробил этого Соколова. Никакой он не психотерапевт. Он работает санитаром в местном больнице. Какой? Я туда ездил голову проверять, когда меня сыщик сбил. А, там, тебе чуть удар не хватило. Я его там не видела, я бы запомнила. Да потому, что он взял отпуск за свой счет. А что, санитаров учат стрелять из карабина? До того, как стоял санитаром, он служил в армии. Да, это он. Давно тут работает? С февраля. Скажите, Константин общался с кем-нибудь из семьи Тищиных? Тищиных? Ну, эти фермеры. А, ну, Костя, кажется, подружился с тем мужчиной, ну, которого убили. Виталий, кажется. Василий, откуда Константин его знает? Ну, несколько месяцев назад он к нам попал с переломом. Кажется, упал с мотоцикла. Скиньте, пожалуйста, фото Константина. Да, конечно, диктуйте номер. Значит так, Константин знакомится с Василием Тищиным в больнице. Василий делится с ним своими проблемами. Слепая жена, больной, отец, куча дорогих акций. И наш санитар думает, м-м-м, здесь можно поживиться. Он убивает Василия и втирается в доверие к Яси. Потом подставляет Игоря на убийстве Василия и сбегает с Ясей. Потом женится на ней и бах, миллионер. Ну, он не рассчитывал на гения сыска и ее простоватого помощника. Да гений сыска, его прекрасная помощница, находит нестыковки в истории с самоубийством и начинает задавать лишние вопросы. Ну, понимаешь, пора драпать. Остается вопрос, где они сейчас? Ну, на то я и гений сыска, чтобы отвечать на такие вопросы. Что это? Умные часы. В квартире Яси я их не видела, возможно, он забыл их снять. Значит, его можно следить по GPS. Право. Значит, ты в раме не с самого начала? Насчет своих чувств нет. Но я больше не могу скрывать от тебя правду. Даже если ты меня возненавидишь. Кость, я ведь могу тебя в полицию сдать. Ну, сдай! Сдай! Только пообещай, что дождешься у меня из тюрьмы. Ну, не знаю, я теперь девушка зрячая, у меня есть вариант. Судя по сигналу GPS, Константин прячется в этом доме. Я уже видела этот дом на фотографии Тищиных. О, смотри, кто-то практиковался. Перегидеть! Похоже, без боевых до вас не собираются. Яся! Бросай оружие! Яся? Она же сама сказала, что прозрела от терапии Константина. Ну? Баранки гнула, он же мошенник, его терапевт. Он ему мог помочь. Эффект плацебо? Не знаю. Слышишь? Слышу, по нам стреляют. Уже не по нам. Не двигаться! Здорово, Печкин! Ну, здорово, Матрушкин. Яся где? Бежала. Он нас просто отвлекал. Она окопалась в канаве. Я же сказала, я не слепая, сумасшедшая. Яся! Вы же не настолько сумасшедшая, чтобы убить двух полицейских. Есть только один способ выяснить. Вы правы, Яся! Есть только один способ это выяснить. Стой! Капитан, не искушайте судьбу. Кротихи в гневе страшны. Яся! Вы не кротиха. Вы никогда ее не были. Вы просто оказались в трудной ситуации. Тичины убили вашего отца и использовали вас. Вы их убили, потому что у вас не было выбора. Но сейчас у вас выбор есть. Ясь, ты в порядке? Правильно говорят. Восе своих желаний. Хотела из дома съехать. Теперь съеду и, походу, надолго. Значит, с самого начала симулировала слепоту. Нет, сначала я и правда ослепла. На некоторое время. А за пару дней до того, как прозрела, подслушала разговор Васи с Игорем Геннадьевичем. Нет, хватит. Мы должны довести дело до конца. Но не обязательно ее убивать. Зачем же мы тогда Колю взорвали? Через полгода она вступит в права на следствие и получит его акции. Она не сможет управлять фермой. Она же слепая. Осадов слепым стихи писал. Да ты подумай, как это будет выглядеть. Сначала погибает Николай, а потом его недобитая дочь. Хорошо. Ты что предлагаешь? Я заставлю ее переписать акции на себя. Не знаю, скажу, мол, давай детей рожай. Я бизнесом займусь. Я что-нибудь придумаю. Она мне доверяет. Ну, как прозрела, решила, что останусь пока слепой. Ну да. Слепота давала тебе идеальное прикрытие. Никто не заподозрит в слепой девушке-снайпера. Ну, разве что Игорь Геннадьевич. Он, конечно, гад был, но мужик умный. А Игоря использовали, как козла отпущения. Сначала я хотела наоборот. Игоря Геннадьевича, а потом уже Васю. Но решила, пусть Игорь Геннадьевич помучается. Поймет, каково это терять самого близкого человека. Поэтично. Карабин я нашла здесь. В сейфе его отцу друг подарил. Здесь же я практиковалась. Хотя я быстро вернулась в форму. Отец с детства меня на охоту с собой брал и стрелять научил. А теперь расскажи, как ты убила мужа. Так тут все просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Умно. А ты, Фрейд, как в эту историю вписался? Меня Игорь нанял, как и Ивана Капустина. Он хотел, чтобы я следил за Ясей и проверял ее. Он до конца не верил, что она слепая. А потом... Потом я влюбился. Да, только теперь ты будешь ждать меня из тюрьмы. Ну, не знаю. Я ведь теперь известный психотерапевт. У меня есть вариант. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я закончила отчет по Тищиным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До завтра. Подожди, завтра мы встречаемся здесь или... А где еще? В ЗАГСе. По идее, завтра мы женимся. Ладно, вернемся к этому, когда ты остынешь. Паш, да я уже остыла, Паш. Но твои поступки доказали, что жениться нам черновато. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Настя, подожди. Слышала, поймали убийцу Тищина. Поздравляю. Спасибо. Слушай, я, наверное, внешнего наговорила в прошлый раз. Прости меня, пожалуйста. Чего обижаться? На правду не обижаются. Я ведь в правду боюсь остаться одна. Быть одной не весело. Ладно, проехали. Ты любишь Павла? Да, люблю. Вот и все. Вообще больше ни о чем не думай. Слышь какая-то редкость найти своего человека. Я его до сих пор не нашла. Вообще мало кто находит, поэтому... цени это. Ты, как всегда, права, Надь. Конечно, я права. Впитывай мою мудрость, пока я детей не родила. Вот рожу детей, но тебя у меня времени меньше останется. Танюша. Для тебя майор Светлова. Танюша, выслушай меня до конца. Да я оставил вас вдвоем с матерью. Но я уже тысячу раз пожалел об этом. Я много странствовал по миру. Узбекистан, Татарстан, Туркмения. Вот ткни пальцем в карту, я там был. Ты это говорил уже в прошлый раз. Ну, потому что ты мне не дал отзакончить. В семье были раковые больные? Да вроде нет. Психические заболевания? Нет. Остеопороз, диабет, алкоголизм, сердечно-сосудистые заболевания. Если тебя беспокоят родовые болячки, таковых не было. Светлова, может, не самый порядочный, зато самые здоровые. Ясно. Это все, что я хотела от тебя узнать. А теперь иди к тем детям, которые еще хотят тебя видеть. Здесь таких нет. Да не дергайся ты. Ешь спокойно. Если любит, позвонит. Ну, а если не любит, зачем она тебе нужна? Да. Завтра у ЗАГСа. Все-таки любит. Завтра женимся. ЗАГСа. ПЕСНЯ ЗАГСа. Поехали, сворту. Поехали, сворту. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»